Сейчас в городе с населением больше 300 тысяч человек действуют всего три храма. Новый собор, считает глава региона, станет не только святыней города-героя, но и для всей Кубани. Я считаю, что для Новороссийской епархии Ленинжицкой это действительно большая честь и возможность выгрузить на берегу Черного моря, в гавани, огромный храм, который будет украшать город и, естественно, который будет привлекать горожан, верующих. И в Новороссийске, в общем-то, ничего подобного не было никогда. Это очень правильное, благое дело и прошу вас взять под личный контроль. Надеюсь, что с вашими усилиями и поддержкой мы сможем быстро раздвигнуть такой величественный сбор. Уже есть, говорится, эскизы и приступили Анапский институт проектный, который занимается сейчас проектированием. Также на встрече Александр Ткачев поднял вопрос водоснабжения в Новороссийске. Проблемы обеспечения водой домов и квартир пытаются решить уже давно, но в некоторых районах города вода до сих пор поступает к людям по расписанию. Проблему нужно полностью решить в ближайшие несколько лет, подчеркнул глава региона. Необходимо максимально использовать возможности краевых программ по созданию водоснабжающей инфраструктуры. Не так давно мы в Новороссийске проводили совещание, и было связано, конечно, с вопросами водоснабжения, с запасом воды и краевой программой, можно сказать, по созданию новой системы водоснабжения города, а значит, километры, десятки километров новых водоводов, естественно, и подводящих в Новороссийску, и внутри самого города, где у нас по-прежнему идут большие потери, с счетом уже 40, 50, 70 лет всей этой инфраструктуре. Поэтому, как выполняется, мне интересует программа, что нужно для того, чтобы мы в ближайшие год-два максимально сделали так, чтобы город Новороссийск имел постоянно 24 часа в сутки горячую воду во всех районах города. В прошлом году было выделено 250 миллионов, они освоены. На этот год выделено 200 миллионов. Сегодня параллельно идет восстановление Небержаевского водохранилища, который в декабре будет сдан, и также строительство техводоводов, строительство, реконструкция насосных станций. Вопрос очень серьезный тем, что все это делается внутри улиц, с каменистой породой, тяжело это все продвигается, но задачу, которую мы поставили в этом году, мы обязательно также выполняем. В следующем году в Новороссийске планируют начать строительство резервуаров с чистой водой и подводящих систем в те районы, где вода полностью отсутствует. Это вошедшие недавно в черту города дачные кооперативы. В будущем году на реконструкцию системы водоснабжения направят порядка 250 миллионов рублей. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.